Всем привет, друзья! С вами Андрей. Канал Футбол это жизнь. Мы наконец-то дождались чемпионат мира в Катаре 2022 года. Катар против Эквадора. Матч открытия и вот такой вот прогноз от FIFA 23. Давайте попробуем разобрать сборную Катара. Команда хозяйка чемпионата мира, поэтому никаких отборочных матчей она не сыграла и не провела. Занимает сейчас 50 место в рейтинге FIFA и рыночная стоимость сборной Катара 15,5 миллионов евро. Ну а сборная Эквадора отлично провела отборочный этап к Мундиалю, заняв 4 место в отборе в Южной Америке, пропустив вперед сборную Бразилии, Аргентины и Уругвая. Три вот мощные команды из Южной Америки и получилось записаться в этот квартет и попасть напрямую на чемпионат мира, на групповой этап. Эквадор занимает 44 место в рейтинге FIFA. И вот так вот на 17 минуте Эквадор выходит вперед, хороший удар, плотный рядом с ротарем мяч пролетает и забивает капитан сборной Эквадора. Рыночная стоимость между прочим сборной Эквадора по трансфер-маркету 142 миллиона евро. Интересная особенность в топ-3 самых дорогих игрока сборной Эквадора входит два игрока из одного клуба из Брайтона, между прочим. Самый дорогой это Мойзес Кайседа, 21-летний центральный полузащитник с стоимостью 38 миллионов. На втором месте идет Пьеро Хинкапье, центральный защитник из Ливеркузинского Байера со стоимостью 22 миллиона. И на третьем месте идет левый защитник Эступинан, у него рыночная стоимость 20 миллионов евро. Ну и уже к 25-й минуте Эквадор увеличил свое преимущество, забив второй мяч. Комфортно себя чувствует команда в первом же матче, обыгрывая хозяйку. Понятно, что на бумаге Эквадор казался фаворитом этого поединка, противостояния. Ну и вот так вот отлично уже в первые 25 минут сборная забивает два мяча. И снова в атаке мы видим Эквадор, Валенсия, хороший дальний удар, увеличить преимущество до разгромного не получилось. И через пару минут мы видим атаку сборной Катара. Отлично проходит Афиф, кстати, самый дорогой, раз мы начали говорить про стоимость игроков, самый дорогой игрок сборной Катара, который уменьшает преимущество. Забивает первый гол Катара на этом чемпионате мира. Вот так вот ему удосужилась такая вот возможность занести себя, ну как минимум, в историю. Кто знает, сколько еще голов забьет хозяйка Мундиаля. И здесь у нас идет уже концовка первого тайма. Отличный удар со стороны игроков Эквадора. Мы уходим на перерыв. С минимальным счетом лидирует Эквадор, Валенсия и Мэна. Забили по голу. И вот Афиф за сборную Катара тоже отличился. Мэна с мячом отлично проходит. Но здесь голкипер Катара справляется и переводит мяч на угловой. Эквадорцы его разыгрывают. Пас в центр. Немножечко здесь назад. За штрафную проходит. И проходит еще один гол. 3-1. Снова Эквадор делает для себя преимущество в два мяча. Сразу скажу, чтобы не возникало ни у кого вопросов. Команды играют между собой на легендарном уровне сложности. И именно этот матч я решил провести по 7 минут. Два тайма. В следующих выпусках сделаем поменьше. Я думал, что 7 минут даже не хватит командам, чтобы хотя бы один гол забить. Но как мы видим, в 23-й части FIFA здесь очень все сделано с этим грамотно. И нету вот этих скучных матчей, ботов со счетом 0-0. А уже 4-1. 55-я минута матча. Мэна забивает очередной свой гол на чемпионате мира. И впервые сборная Эквадора сейчас разгромно повела в этом матче. Дважды она вела с разницей в 2 мяча. Но вот сейчас в 3 мяча делают игроки Эквадора этот отрыв. Ну вот как-то скудненько, конечно, играют игроки Катара в обороне. Понятно, разный уровень, но все-таки, кажется, мотивация должна была быть к чемпионату мира. А вот Афиф забивает второй. И снова разница в 2 мяча между этими двумя командами. На таком отскоке, ну, как мы знаем, гол не пахнет. А Катар забивает, уменьшая преимущество. Кто знает, гол престижа или все-таки возрождение интриги. Но замечательная атака прошла. Афиф забивает, подтверждая свое амплуа в команде, как самый дорогой игрок в составе сборной Катара. И вот здесь еще был один опасный момент. Уже в концовке встречи не получилось. То есть, к сожалению, точно пробить. И с мячом сборной Эквадора. Конечно же, они будут идти, они будут владеть мячом. У них будет больше создаваться моментов. Подача с углового, который сами игроки Эквадора и заработали. Но голкипер на месте. Штрафной на 87-й минуте. Опасный удар попадает в штангу. Отскакивает на игрока Эквадора. И 5-2. Очередной мяч. Очередной мяч. И в стартовом матче чемпионата мира было забито сейчас 7 мячей, друзья. 7. Ну, наверное, вот традиция открывать чемпионат мира большим обилием голов. Так же, как вот на прошлом Мундиале 5-0 завершился первый матч между сборной Россией и Саудовской Аравией. Этот гол и оказался финальным. В этой встрече итог. 5-2. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это ожидаемых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok